Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о подготовке к первому международному кинофестивалю Антарес. В этом выпуске дневника кинофестиваля мы начинаем знакомить вас не только с членами жюри кинофестиваля, но и с участниками нашего масштабного кинопроекта. Я хочу напомнить нашим зрителям, что кинофестиваль Антарес пройдет этим летом с 25 по 30 июня в таком любимом всеми нами городе-курорте Сочи. Сочи был выбран не случайно, ведь одним из первых режиссеров, открывших миру Сочи на киноэкране, стал мастер немого кино Евгений Бауэр. По иронии судьбы здесь начали снимать кино в одно время с Голливудом. Сейчас такая аналогия кажется немного наивной, но сто лет назад все было иначе. В Сочи снимались мелодрамы, трагедии и комедии на зависть голливудским режиссерам. Старик Хатабыч, Человек-амфибия, Дикая собака Динга, Бриллиентовая рука. Мы все выросли на этих фильмах. Сегодня город принимает у себя не только съемочные группы, а также гостей самых различных мероприятий, в том числе и нашего кинофестиваля Антарес. А я напоминаю, что 1 февраля мы начали прием заявок на участие, который завершится 10 мая. Более подробную информацию вы всегда сможете найти на официальном сайте кинофестиваля антарес.фильм. И мы начинаем наш дневник кинофестиваля. Вы смотрите дневники кинофестиваля Антарес. Наш сегодняшний эфир украсила председатель жюри кинофестиваля Антарес, народная артистка России Елена Октябрьевна-Цыплакова. Елена Октябрьевна, здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии. Большая работа начинается, большая работа предстоит, в том числе и естественно, конечно, нашему уважаемому жюри под вашим предводительством, под вашим очень творческим таким контролем, я бы так сказал. Скажите, пожалуйста, у меня к вам первый вопрос. Как председатель нашего жюри, что вы ждете от проекта? Вам волнительно? Конечно. Ну, любой фестиваль – это знакомство иногда с новыми какими-то режиссерами, с новыми фильмами. Это всегда очень интересно, потому что так, когда много работаешь, не очень поездишь где-то посмотреть, а фестиваль всегда дает возможность посмотреть лучшую продукцию, которую отбирает жюри, подготавливая фестиваль. Это очень всегда интересно, и всегда какие-то и новые знакомства, и замечательное место, где будет проходить фестиваль. Самое главное, что эти фильмы увидят много людей, потому что, насколько я знаю, эхо-фестиваль будет в 15 городах, да? Вот это самое замечательное. Да, ну, я думаю, что и в Сочи у нас будет на нескольких городских площадках проходить кинофестиваль, и огромное количество людей, зрителей, ценителей кинематографа увидят эти фильмы. Ну, это очень важно. Я просто много раз бывала в жюри на фестивалях в разных городах. Я вижу, как люди с удовольствием ходят на эти просмотры, потому что, конечно, есть дома телевизоры у всех, у всех есть компьютеры, но все равно кино, вот магия его – это большой экран. Большой экран, и мало того, вот даже просто по энергетике, когда сидит огромный зал, и все смотрят. То есть это ты в неком совершенно другом пространстве находишься, чем когда смотришь это в телевидении дома. Я с вами согласен, действительно, поэтому, наверное, все залы кинофестивалей всегда полны зрителей. Это, конечно, приятно. Тем более, хотел бы напомнить всем нашим зрителям, что, естественно, просмотры всех наших конкурсных работ во время проведения кинофестиваля будут бесплатными, вход будет открыт. Вообще замечательно, потому что есть масса людей, допустим, пожилого возраста, люди, у которых не такие большие пенсии. Они не могут платить очень дорого за билеты, но посмотреть хочется. Они будут платить своими аплодисментами. Конечно. Мы этому очень рады. Скажите, пожалуйста, Елена Октябрьевна, как вы лично планируете оценивать работы и какие критерии важны для нашего сегодняшнего кино, важны для нашего зрителя? Ну, в любом случае, качество съемок, сценарий, потому что это тоже очень важно, работа актеров, художников. Не случайно же есть вот эти все номинации, когда награждаются, потому что это очень важно, как снято, с кем снято, где снято. Если это что-то похожее на то место, где живут люди, для них это как... Ну, в любом случае, я считаю, что кино — это такой опосредованный жизненный опыт для людей, поэтому для меня всегда очень важна тема основная в сценарии, что это дает человеку. Вот вы знаете, я как-то прочитала замечательное интервью Антоновой, президента Пушкинского музея. Она сказала такую фразу, когда, говорит, я смотрю что-то, я хочу быть нагружена высшим смыслом. Я хочу уйти и размышлять об этом. Я хочу, чтобы мне это дало что-то, потому что кое-что и я могу сказать. Поэтому, конечно, хочется, чтобы были вложены серьезные и глубокие смыслы. Российский зритель, он другое, вот мое поколение, мне уже много лет, и я помню, как мы всегда следили, о чем кино, что там показывается. Потому что вот для меня понятно, что кино должно быть разным — и развлекательным, и серьезным, и глубоким. Мне интересно глубокое кино, потому что даже в какой-то развлекательной картине может быть какие-то глубокие серьезные смыслы, какой-то воспитательный момент размышлений о смысле жизни, о взаимоотношениях людей. Достоевский же писал, что иногда, говорит, мелочи жизни для нас важны так же, как и серьезные события. Поэтому хочется, чтобы кино было любого жанра, но все равно с глубокими смыслами, серьезное, красивое, которое будет наполнять человека какой-то дополнительной информацией, чтобы он размышлял об этом, не ушел и забыл, а чтобы это оставалось в памяти, чтобы захотелось, может быть, пересмотреть. Это тоже важно. И для молодежи очень важно, потому что в любом случае это опыт, который они воспринимают, он остается уже в подсознании. Все, что они видят. Ну, вы совершенно правы. Я совершенно поддерживаю вашу точку зрения. Мне это тоже очень близко. Поделюсь с вами информацией такой инсайдерской. Сегодня на наш кинофестиваль подано уже более 400 заявок. Это большой объем фильмов, которые сейчас отсмотрщики активно отсматривают, ставят свои предварительные оценки, чтобы передать членам жюри уже самый-самый финальный отбор, решить самый строгий суд творческий. Вот скажите, пожалуйста, все эти участники, все эти заявители, они, конечно, мечтают об одном – победить на кинофестивале. Это же конкурс, да? Это такой спортивный, творческий интерес, очень здоровый и очень правильный, я считаю. Так вот, какая же судьба ждет наших победителей? Ну, я думаю, что самое главное, во-первых, те, кто победит, они, это признание, это влияет на их судьбу творческую, потому что человек, у него уже в биографии будет победа на фестивале, эта картина. Плюс ко всему… И вот такая вот замечательная… Потрясающе совершенно… Наша статуэтка Антарис. Статуэтка чудесная просто, мне очень нравится, она очень эстетичная, очень красивая, очень глубокая по смыслу, потому что восьмигранная звезда – это вообще символ печати Бога Живого, и она есть даже во всех религиях у нас в орнаментах. Это очень интересно, я не ожидала, когда я увижу такую. Вот. И что самое главное, будет эхо фестиваля. Да. 15 городов увидят эти фильмы. Для любого режиссера, для любого актера. Его фильм, который будут показывать, это всегда и почетно, и, может быть, я буду… Может быть, будут на этих фестивалях и авторы будут приезжать в эти города, выступать, показывать – это всегда очень приятно. Потому что эхо фестиваля работает замечательно. Я вот знаю массу фестивалей, которые просто… их ждут везде. Замечательно. Мы этот путь пройдем тоже. Скажите, пожалуйста, что все-таки в итоге сложнее – судить или участвовать в кинофестивалях? Участвовать приятно народу всем, потому что это встречи со зрителями, показы, общения, новые друзья, знакомства. Но я вам хочу сказать, что когда я работаю председателем жюри уже на многих фестивалях, я говорю, мы не судим. – Мы отмечаем лучших. – Это очень хорошая позиция. – Потому что, да, потому что судить… Знаете как, не судим будешь, но это… мы не судьи. Мы такие же зрители, как зрители в зале. Но у нас еще ответственность отобрать лучших, отметить их, чтобы люди понимали. То есть это очень важный момент, когда вырабатывается отношение к тому, что они видят. То есть если мы отмечаем, что это лучшее, то есть это все-таки входит в сознание зрителя, как некая… вот вам важную информацию, сказать. То есть это внимание очень серьезное к тому, что люди сделали. – Да. – Да, поэтому для меня вот это такой очень ответственный момент, когда мы пытаемся отметить, потому что очень часто бывают ситуации, когда бывает несколько картин, так уже они так выбраны лучше, но как из них вот выбрать и отметить кого-то одного – это бывает очень сложно. И иногда это решается либо большинством голосов, либо мы сидим и каждый аргументирует, почему нравится эта картина больше, чем другая, которую тоже предлагают. Потому что действительно очень хорошие картины отбираются, и надо принимать решение один приз или там два приза. Вот, поэтому бывают разные ситуации, зависит от того, какие фильмы. Но всегда, в общем, принимается какое-то решение окончательное, потому что, ну, мы обязаны, это наша работа. – Но вот своим решением жюри кинофестиваля, оно же все равно в итоге формирует вкус, формирует вектор развития кинематографа. Потому что молодые кинематографисты, ну, и все кинематографисты ориентируются на победителей кинофестиваля в желании и в задачах своих фильмов в производстве. Для них это вектор. – Конечно. Мало того, они учатся, потому что, извините, есть художники, художники-постановщики, есть операторы, есть гримеры, есть художники по костюмам. Это тоже для них определенный такой вот, ну, знак, что это хорошо. – Это он такой. – Конечно. Конечно, это очень важно. Потому что любой молодой, вот я сейчас была во ВГИКе, у ребят на курсе, я им говорю, смотрите, я говорю, есть в фестивале определенный человек труда, там, безопасная работа, наша забота, ваше детище тоже, на котором я была. Я говорю, делайте свои курсовые работы, они могут попасть на фестиваль, их увидят в разных городах. – Да. – Это судьба, ребят. – Это очень интересно и для молодых кинематографистов особо должно быть интересно. – Конечно. – А Сочи и море привлекает в нашем случае еще больше внимания. Спасибо вам большое, Ирина Оксавельевна, за такую теплую беседу, за внимание. Сил вам в наших предстоящих больших проектов в нашем кинофестивале. Ну и, конечно, до встречи в городе Сочи. – До встречи, да. Спасибо. – Спасибо большое. А мы продолжаем дневник кинофестиваля «Антарес». Мы продолжаем знакомить вас с кухней «Антареса». Рядом со мной программный директор Международного кинофестиваля «Антарес» Александра Жукова. Здравствуйте, Александра. Александра, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что такое программный директор, потому что это такая загадочная должность, но, как мне кажется, очень важная и интересная. Расскажите, пожалуйста, чем вы непосредственно занимаетесь? Ну, программный директор фестиваля – это человек, который начинает с истоков фестиваля, он участвует в формировании концепции, как все это будет, и, собственно, занимается программой фестиваля, то есть отбирает, смотрит большое количество фильмов и отбирает то, что по итогу увидят жюри и зрители. Вот. То есть, с одной стороны, эта работа очень интересная, с другой стороны, неблагодарная, потому что, если пойдет что-то не так, то, конечно, все шишки идут туда. То есть, вы сами отсматриваете то огромное количество фильмов, которые заявлены на кинофестиваль? Ну, на фестивале «Антарес» мы договорились, что будет некая предселекция, то есть будет составляться лонглист, и я буду отсматривать меньший объем, чем обычно. Но, например, я уже несколько лет работаю на фестивале на Дальнем Востоке, «Мурская осень», где у нас российские премьеры и полнометражные конкурсы, короткометражные, и там я отсматриваю порядка, ну, то есть вот короткометражные фильмы порядка 600 перед фестивалем, чтобы выбрать 24, и среди полных метров около 100, чтобы выбрать 20. А не надоедает потом по собственной воле кино легко смотрите или заставляете? Ну, тут даже есть такая шутка среди моих друзей и семьи, когда проходят какие-то большие уже фестивали, и они говорят, давай, куда сходим в кино? Я говорю, пожалуйста, нет. Только в театр или там куда-то в музей. То есть так, в обычное время я прямо очень редко хожу на какие-то прямо вот прогремевшие фильмы, которые надо посмотреть и знать. И, насколько я понимаю, по роду работы вы взаимодействуете с огромным количеством людей, и каждому из них необходимо уделять точечное внимание. Скажите, насколько это сложно и как вам это удается? Ну, действительно, потому что, особенно когда нужно выбить премьеру, ведь существует несколько фестивалей в нашей стране, где премьерный показ, то приходится вести переговоры с продюсерами и объяснять, чем наши фестивали выше, лучше, значимее. И просто с различными продюсерами, режиссерами очень много нужно общаться для того, чтобы они отдавали, посылали свои заявки и хотели участвовать в фестивалях, которые проводит наша команда. Ну, это не могу сказать, что это очень легко дается, но это все равно такой необходимый аспект работы. Организационно, то есть вот паспорта, сроки, это уже есть мои коллеги-помощники, которые все это делают, то есть когда мы уже договорились обо всем. Ну, хорошо, что вы хотя бы не одна на таком сложном деле. Александра, а чего ждете от кинофестиваля «Антарис»? Ну, мне бы хотелось, чтобы это стал такой действительно настоящий международный фестиваль с каким-то своим лицом, концепцией, чтобы он привлек большое количество профессионалов в кино. Вот мы сейчас приглашаем, вот сегодня утром я переписывалась там с кинетографистами из Кыргызстана, которые должны войти в полнометражное жюри фестиваля. Вот вчера мы договаривались с режиссером и продюсером Гужем Тадавасяном, который возглавляет фестиваль в Ереване короткометражного кино, чтобы он вошел в короткометражное жюри фестивале «Антарис». И мне кажется, что вот такие мостки, если бы они складывались, это было бы очень здорово, потому что короткометражный фестиваль в Ереване, который проходит несколько лет «Антарис», это все вместе становится таким уже культурным диалогом и пространством для сотрудничества. Спасибо вам большое, Александр, за ваш такой важный и тяжелый труд. А мы продолжаем. Дорогие друзья, продолжаем наш дневник к кинофестивалю «Антарис». В нашей студии участник конкурсного отбора кинофестиваля «Антарис» режиссер Антон Корякин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам сегодня в студию пришли. Спасибо, мне тоже очень приятно. Вы подали на наш кинофестиваль свой фильм, короткометражный, без Кудникова, и приложили к нему вот такое интересное описание. Если можно, для наших зрителей я его зачитаю. Конечно. Сергей, молодой человек, лет 35, живет в Москве один, в купленный в ипотеку квартире на окраине столицы. У него дома останавливается с ночевкой Ольга, с которой у Сергея когда-то были отношения, и ее дочь Катя 12 лет. Они приехали из провинции и на следующий день улетают жить за границу. Новый жених Ольги живет именно там. Сергей и Ольга совершенно по-разному смотрят как на свою собственную жизнь, так и на мир вокруг. Он считает, что ничего вокруг не нужно менять. Она ищет лучшей жизни для себя, так и для своего ребенка. Вот в ключе этого разговора мы, наша отборочная комиссия, наши отборщики отбирают фильмы, и один из фильмов, который они просматривали, был, естественно, ваш фильм. Так вот, можно немного рассказать, как пришла к вам идея этого фильма, в чем ее актуальность на сегодняшний день, как вы считаете? Идея пришла, это связано с моим знакомством с писателем Владимиром Козловым, который, собственно, этот рассказ написал, по которому я снял этот фильм. Эта история давняя, у меня была дома его книга под названием «Гопники». Тогда еще не было мейнстримом как раз жизни городской окраины конца 80-х годов, но я, прочитав ее, понял, что это кино, которое я бы хотел снять. И тогда, наверное, только и задумывался насчет снимать кино. А потом я играл в группе, и оказалось, что он когда-то тоже в ней играл, и так случайно мы, можно сказать, познакомились, он еще и кино занимается. Ну, в общем, там долгая история, на самом деле, но смысл в том, что я понял, что для дебюта, для короткого метра, я прям хочу выбрать его какой-то рассказ. И вот я буквально наткнулся на этот рассказ и понял, что это вот прямо то, что нужно. В чем актуальность вот этой истории на сегодняшний день? Актуальность, тут даже не один, наверное, пункт актуальности, но в первую очередь, я считаю, это то, что называют, не я придумал это слово, это называют атомизацией нашего общества, то есть разобщенность людей. Вот у них противоречия. Да, они, что называется, бывшие, но они смотрят вообще как бы абсолютно в разные стороны, у них разные взгляды на мир. То есть он считает, что ничего не нужно менять, она все время вот немножко находится в каких-то метаниях. И это как бы очень важно. Там есть диалог, то есть есть куда бежать или нет, куда бежать. Это я там немножко от себя даже добавил, там есть ли будущее нашего мира или нет. То есть тут сами собой стали возникать уже философские вопросы. И тут же возникает, конечно, еще и проблема выбора, особенно у героини, то есть оставаться или ехать. Тоже, конечно, немножко это актуально сейчас. Но вот главный все-таки вот именно пункт, вот так сказать, актуальности, это вот опять же, это разобщенность. Хорошо. Если наши отборщики и наша отборочная комиссия примет решение о включении вашего фильма в конкурсную программу, мы, конечно, за вас порадуемся. Наверное, как вы... Я тоже порадуюсь. Расскажите в двух словах нашим зрителям, как вы приняли решение участвовать в нашем кинофестивале, где вы о нем узнали информацию и какие надежды вы возлагаете на это участие? Ну, как узнал, конечно, довольно банально. Я узнал на сайте с каталогом фестивалей. Вот. Ну, меня заинтересовало то, что в важном фестивале является проблема простого человека. Казалось бы, вроде и нет никакой там даже непонятной, какой профессии мы героем, но он все равно, он простой человек. И он живет простой жизнью, условно говоря, выживает. И это действительно проблема. То есть, есть у него выборы, нет выбора. Есть будущее, нет будущего. Поэтому я... Вот. Поэтому я... Как бы меня заинтересовал у меня фестиваль. А насчет надежд... Ну, в первую очередь, я хочу показать, как можно большему количеству и зрителей, и профессионалам в области кино, конечно же, свою работу. А что касается самого участия, мне бы хотелось, так сказать, погрузиться и в круг общения профессионалов, и вообще в среду кинематографистов. Ну, замечательно. Мы желаем вам и вашему фильму, конечно, удачи. Спасибо. Спасибо, Стивена, что сегодня к нам пришли. Спасибо. Надеюсь, до новых встреч. Да, до новых встреч. Спасибо. А мы продолжаем наш дневник кинофестиваля. Ну, вот и подошел к концу очередной выпуск наших дневников. Мы с вами вместе сделали еще один небольшой шаг на пути к нашему общему празднику – Международному кинофестивалю «Антарес», который совсем скоро стартует в Сочи. Спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч на площадке кинофестиваля в Сочи. Всего вам доброго.